Лагерь Отшельников можно построить за 31 энерго-кристалл. В этом здании можно нанять. Крокодила Деанди. Фейт Коннорс. Макса Пейна. Кровавую Рейн. И Кратоса. Миг Деанди нанимается за 7 энерго-кристаллов. Он может пользоваться любым оружием. Способности Деанди. Гипноз. Крокодил Деанди способен гипнотизировать живых вражеских миньонов при удачном броске кубика. Загипнотизированные миньоны стоят на месте и не атакуют никого. Они продолжают двигаться и атаковать, если Деанди удаляется, или если их атакуют. Второй уровень. Крокодил. Деанди выпускает управляемого миньона, крокодила, который ползает и атакует врагов, кроме пушек, башен и зданий. Крокодил может перемещаться по канализации. Если он заползает в захваченную башню. То может выползти из другой башни, даже если она не захвачена, либо захвачена врагом. Башни не атакуют крокодила. Третий уровень. Летучие мыши. Деанди выпускает стаю летучих мышей. Которая атакует любого врага на дистанции до 8 клеток. Летучие мыши наносят средний урон, но если рядом с Деанди находится персонаж, обладающий взрывчаткой, то мышь может отнести эту взрывчатку врагу, и сбросить на голову, нанеся очень большой урон. Фейт Коннорс нанимается за 8 энергокристаллов. Она может пользоваться любым оружием. Способности Фейт. Удар с прыжка. Если Фейт заканчивает свой ход на клетке, занятой врагом, она может нанести ему автоматический удар. Фейт также умеет перепрыгивать через юнитов любой категории. Второй уровень. Паркур. Перепрыгнув через юнита, Фейт получает две дополнительные клетки скорости. Что позволяет ей убежать дальше. Третий уровень. Верхолаз. На вражеской базе, Фейт может взбираться на здание, чтобы атаковать спрятанную за ними кристальную шахту. Макс Пейн нанимается за 10 энергокристаллов. Он может пользоваться любым оружием. Способности Макса. Замедление времени. Макс может использовать время в свою пользу. Если атаковавший его враг промахивается, то тут же получает от Макса гарантированный удар. Второй уровень. Прыжок из-за угла. Макс может выпрыгнуть из-за угла. Пока он летит, может атаковать одного. Или нескольких врагов. Столько раз, сколько клеток он пролетает. Третий уровень. Полное замедление. За 6 энергокристаллов Макс может полностью остановить время, чтобы изменить ситуацию во время боя и поразить врага в самую уязвимую точку. При этом, он не атакует врага классическим способом, а бросает кубик на удачу. Если удача сработала, Макс наносит врагу урон, к которому плюсуется 5 дополнительных единиц. После этого, он имеет возможность двигаться. Что может использовать, например, для того, чтобы спрятаться в укрытие. Кровавая Рейн нанимается за 12 энергокристаллов. Она может пользоваться любым оружием. Способности Рейн. Второй уровень. Смертельный захват. В ближнем баю. Рейн может повиснуть на своем враге. Пока она висит на нем. Он не может двигаться и атаковать. Каждый ход, враг пытается сбросить Рейн, бросками на удачу. При неудачной попытке, он несет урон. При смертельном захвате. Враги не могут атаковать Рейн. А союзники, не могут атаковать захваченного ею врага. Но Рейн может атаковать других врагов. Третий уровень. Укуса смерти. В ближнем бою, Рейн может укусить подряд двух врагов, повязав их смертью. Когда один из укушенных погибает, второй укушенный погибает тоже. Кратос нанимается за 15 энергокристаллов. Он не может пользоваться оружием. Он имеет свое. Клинки, Оресы и Лук Аполлона. Клинки наносят хороший урон на короткой дистанции. Лук может стрелять на длинную дистанцию. Но с меньшим уроном. Способности Кратоса. Богоборец. Кратос наносит богам и гигантам удвоенный урон. Пандора. Кратос выпускает управляемого миньона Пандору. Пандора не может атаковать врагов. Она только защищается. Пандора может оставлять ящик. Которым можно управлять на расстоянии. Если к ящику приближаются враги, можно бросить кубик на удачу. И при успешном броске, ящик затягивает всех врагов в себя, выводя их из игры. Также Пандора может проникать в захваченные башни, которые ее не атакуют. После этого, башни становятся нейтральными. Второй уровень. Голова Гаргоны. На короткой дистанции, Кратос может использовать голову Гаргоны, которая при удачном броске кубика, превращает врага в колонну. Таким образом можно обратить в камень до четырех врагов. Пройти через колонну, преграждающую путь, можно только разрушив ее удачным броском. Третий уровень. Гнев Олимпа. Кратос бросает вызов богам, и те спускаются. Чтобы его наказать. В одной из башен появляется Зевс. В другой, Посейдон. При этом башни полностью разрушаются. Один из богов идет на вражескую базу, атакуя всех, кого встретит, второй идет на союзную базу. Поэтому, гнев Олимпа следует вызывать только когда союзная армия готова к сражению с богом. А вражеская, максимально к этому не готова.